В этом видео вы узнаете об одном из способов восстановления разрушенного соединения стержня эксцентриковой стяжки с ДСП. Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите канал Инженер. После того, как часть ДСП разрушилась и для стержня не осталось отверстия, чтобы можно было его вкрутить, не спешите выбрасывать деталь и искать замену мебели. Первое, что можно сделать в таком случае, пересверлить отверстие, отступив на 2-3 см в сторону. Надо сделать отверстие как для стержня в сломанной детали, так и в ответной. В ответной детали придется сделать еще одно отверстие под эксцентрик. Для такого ремонта вам понадобится сверло диаметром 5 и 8 мм, а также фреза форстнера диаметром 15 мм. Подробное описание того, как установить стяжку, приведено в отдельном видео. Ссылка и подсказка, как всегда, на своих местах. Ну а если у вас нет сверл, фрезы и дрели, что ж, и в таком случае есть возможность отремонтировать соединение минификса. Кроме разрушенной детали, вам понадобится нож, зубочистка или спичка. Самые главные ингредиенты – вата и суперклей. Чистим разрушенные отверстия от опилок. Размечаем место, в которое будет устанавливаться стержень стяжки. Промазываем разрушенную поверхность ДСП суперклеем. Устанавливаем стержень стяжки на свое место и подливаем клей. Затем окладываем ватой и смачиваем суперклеем. Лучше прокладывать небольшими слоями и давать застыть клею. Если ваты будет слишком много, просто будет дольше застывать. При реакции клея и ваты выделяется газ с едким запахом. Поэтому лучше находиться в проветриваемом помещении. На застывание клея у меня ушло часов 5. Может быть, переборщил. После того, как все застыло, можно ножом подровнять выступающие части ваты. У меня был не слишком удобный и острый нож, поэтому пришлось использоваться полотном от ножовки по металлу. Потом снова ножом, потом снова полотном. Пропустим эти все действия. Вот уже деталь готовая к применению. Осталось собрать соединение и повернуть эксцентрик с помощью отвертки. Все держится крепко. Скорее всего, возможно, все заделать ватой с клеем, а потом просверлить отверстие диаметром 5 мм. Для соединения использован суперклей 505. Ранее был опробован клей 506. Он тоже помогает. К тому же, как можете видеть, стержень можно выкрутить отверткой из отверстия. В отверстии остается резьба. Стержень можно вкрутить обратно и собрать соединение. На ремонт у меня ушел весь тюбик суперклея. Осталась капля, которая на видео незаметна. Теперь вы знаете еще один способ ремонта мебели в домашних условиях с минимальным набором инструментов. Этот совет, как и остальные, достался вам абсолютно бесплатно. Поэтому прошу поставить лайк, нажать красную кнопку подписаться и продолжать смотреть полезные видео о технике и технологиях на канале Инженер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!